Амиран, привет! С Новым Годом, блин! Я смотрю, ты тоже хорошо отпраздновала, да? Еле живая? Да, как вообще настроение? Как те игры? Вот прошли, прошел большой турнир, выход, финал четырех. Мы вышли. Да, вы вышли. Я, честно говоря, сразу ставила на мат. Не ожидала, да? Да там есть где-то в исходниках запись, где ты в нас не верила. Да нет такого, где вы это взяли? А почему ты забываешь? Я всегда в вас верила. Я знала, что вы выиграете. Что за женская черта переобуваться каждый день? Должно быть много обуви. Как мне сказал психолог, женщины меняются каждый день. Я не уверен, что это повод для гордости. А он не сказал, у тебя. Слушай, были игры, и вы выиграли хупцов. Помнишь ты эту игру? Конечно, я пока еще помню. И что, как так случилось? Как вам удалось выиграть хупцов? Ты знаешь, мне очень симпатичен Дорохов. Да. И как-то вот такие противоречивые ощущения были. С одной стороны, я был рад, что моя команда выиграла. А с другой стороны, он так сильно переживал. Дорох переживает, да? Что ему прямо было жалко, что вот они проиграли. Но они потом выиграли. Ты на костях не плясал, в общем-то. Просто такой, ну, извините. Я пытался для контента. Выиграю. Без шансов. Вообще не понимаю, какой смысл этого выхождения. Давай, давай, давай. Дорохов! Поцарапаешься! Он потом очень сильно переживал по этому поводу. Потому что он какой-то настолько светлый человек, что его нельзя по злому подъебывать. Мы поспорили. Вот в эту камеру, да. На камеру, да. Вот эту. Что по окончании турнира, чья команда будет выше, тот, получается, победил. Не важно, именно первое место или второе. Короче, выше, выше друг друга. И кто ниже, соответственно, платит 50 тысяч рублей. Да, дом на области. От нас я еще не все сказал. Мы этих, ну, все сделаем с ними, выиграем. Я не знаю про кем. Отлично. Ну, ты вот считаешь, купцы подходят ему? Потому что купцы как будто не очень светлые ребята. Мне кажется, он настолько позитивный, что ему все подходит. Ему даже вот, блядь. Ему говно не липнет. Команда бездомных. Давай, 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 давай! Мы в писях! На самом деле, многое не получалось. В первой игре очень много промахов, свободных бросков. Александр и Костя не попали вообще ничего, можно сказать. На самом деле, наверное, на их ошибках мы выиграли первую игру, довели ее до победы через овертайм. Но, как бы, победителей не судят. Но на самом деле мы всех игроков знаем, примерно знаем, как они двигаются. И что нам дало преимущество, это наша, конечно, универсальность. Работает ДМАУ. То есть, опять же, скорее всего, это работа на камеру, которую не все персональные спортсмены умеют работать на камеру. Это раз. И второе, это, конечно, формат. То есть, очень быстро все происходит. Быстрая, короткая дистанция. Перебежал, сразу бросил. Новые кольца, новая обстановка, новые мячи. Возможно, где-то была небольшая зажатость, и мы не реализовали просто свои какие-то моменты. Почему именно такой финал у этого невероятного первого матча? Банда, Амирана Сардарова, он сам говорил, что они андердоги. Вот, пожалуйста, первая победа. Мы должны выходить на каждую игру, каждую игру выигрывать. И только с первого места. Если мы начнем думать, на какого соперника мы будем выходить в раунде плей-офф, я вам могу 200% сказать, что мы проиграем. Нельзя не думать ни о чем. Если мы сильная команда, если мы команда чемпиона, если мы смотрим на первое место, мы должны обыграть всех. Кольца прибежал всю поляну, никому мяч не дал. Зарушение правил, неудачная атака получилась. Серый, ты нормально? Замена. Пошел, замена. Ну, слушай, первый раз все было в порядке. Если победили, значит, результат хороший, и значит, что правильно сделали. Самая первая игра была очень сложная. Они были хорошо подготовлены, настроены на нас. Но все-таки удача больше нам подвернулась, что мы больше забили. Мне запомнились эмоции Кости Грекова, когда он забивал трехочковые. Я думал, что он спокойный парень, а здесь просто он забивает трехочковые, и прямо нам на скамейку «Да!». Потом была игра со Штормом. Это была очень тяжелая игра наравне с Кубсами, хотя, как бы, вроде бы Шторм более сильная команда. Ну, как по бумаге, как все считали, что они фавориты. Была сильная заруба. Опять же, был овертайм, как и с Кубсами. Мы в овертайме по 0 или 2 очка проиграли со Штормом. У одного моего друга сложные отношения с интернетом. Классный удар. Сейчас запущу. Блин, не тот файл. Как отменить? Уже никак, Артем. Это же мегафон, с ним все летает. Мобильный оператор номер один по скорости и покрытию. Только для абонентов мегафона. На самом деле, первую игру мы забрали очень легко. На эйфории думаем, что все, сейчас это победа. Расслабились, и нас просто наказали буквально за первые две минуты игры второй четверти. То есть мы реально пропустили сразу 7-8 очков. То есть там столько перехватов с трешек. Андрей Штарев набросал, Егор Моисеев отработал. То есть мы реально недооценили соперника. То есть мы думали, что будет легко. А на самом деле, они навязали нам борьбу во второй четверти. А когда мы уже, грубо говоря, оправились от удара, уже все овертайм. Ну и в овертайме, на самом деле, опять же, все решилось с концовки. Там одно очко. Вот судя, я бы свистнул в фолл. Были бы штрафные. 10 секунд греков, пытается Козлова раскачать. Печерский за свои больные рубли. Мы проиграли, я знаю точно. Опять же, скорее всего, по моей вине. Опять же, по-моему, то ли одно очко, то ли два, я не помню. Ну, то есть было в овертайме мы проиграли игру. Я считаю, что, в принципе, были все шансы. Насколько я помню, мы там несколько раз атаковали за одну атаку в овертайме. Или ту овертайму, по-моему, во втором гейме. У нас были там две или три атаки свободные. Мы могли просто выйти вперед и закончить игру, не уходя в овертайме, насколько я это помню. Но, опять же, побеждает сильнейший. И говорить там уже, после драки кулаками не машут, не попали, значит, мы будем тренироваться. Шторм, так сказать, взял свой шанс и сравнял игру и овертайме. Они, в принципе, довели дело до победы, хотя, ну, и у нас была возможность. Посмотрим, что из этого получится. Ой, Грек, что творит? И Савченко... Игру вы проиграли. Ты помнишь, кому вы проиграли? Одну всего лишь. Кому? Штормом. Команде Клавы Коки. Я тебе сейчас кое-что покажу. Я не понимаю, если не мыть, то кто? Команда Клавы Коки? Ты помнишь? Вот я же говорю, жизнь преподносит всегда сюрпризы. Жизнь, жизнь со своим чувством юмора. Представляешь? И команда Клавы Коки нагнула вас, и вы будете играть. Опять с ними? С ними, да. Как будете побеждать? Ну тогда, слушайте, поим. Может быть, сейчас... Желаем от обратного. Желаем победе Клавы Коки. Ах, ты жук. Мы играем против шторма. Клава Коки. Я обожаю. Мне, конечно, не хочется обыгрывать владельца девчонку. Ну а что поделать? Что поделать? Придется... Ой-ой-ой. В какую камеру? Да, в любую. Так получилось, что команда Влада проиграла две игры в группе, да, а мы по закрутке вышли с первого места. Мы понимали, что если мы проигрываем, то мы идем еще на, грубо говоря, еще на одну игру, да, там даже на две игры, там по закрутке, будет опять все определяться. И, на самом деле, когда мы начали с ними играть, первая игра, опять, первая игра, это недооцененность соперника, то есть они забили нам столько опять легких мячей, трехочковых. Мы вроде начали бороться, и в перерыве после, ну, первой печати, вроде, которую мы проиграли, Костя, ну, сказал такие мотивирующие слова, что, парни, ну, мы что собрались, ну, мы реально можем надрать им задницы. Включились все в работу, все забили свои мячи, особенно Константин, который просто попал все, что можно, наверное, в финальной игре, то, что от него требовалось, на самом деле, в предыдущих двух. И все, и, на самом деле, ну, вот эта вот еще словесная, да, перепалка на драфте. Сейчас мы все наберем игроков, и все, все-все увидят. Стратегия. Юра, ты когда проиграешь, тоже будешь говорить, что это ход? Кто это там говорит? Влад Мелешко. Это кто? Нормально! Ну-ка, вот зафиксируйте вот это противостояние. Это впервые в нашей лиге будет игрок с амнезией. Они играют в одной команде, и он не помнит, кто это. Какой команде? Когда ты говоришь, что ты лучший, да, там, человек уже начинает на себя примерять этот наряд. Я лучший, я лучший, я лучший. И надо было Влада свалить с этой горы, чтобы он понял, что надо чуть-чуть потренироваться, чтобы стать получше. Юра убегает в быструю атаку, 40 секунд до конца, без паулов, два плюс один. И скамейка улетает просто у дизеля. Все на закат. Если помните, я говорил, что мы хотим дать Владу Мелешкину по трусам. Да, это мы очень сильно помним. И в итоге что? Грек дал ему прям жестко. А вот смотри, помните вот этот вот преддрафт, там вот эти тренера вот эти вот там звездные счеты? Это аутсайдеры. А Мелешкин там ионов. Ионов, они там победители. А что в итоге? Сегодня играют и не выходит кто-то из них. Да, вы почему, вот как вы думаете, почему... Карма. Все, все, вот здесь вот. Вот здесь вот. Еще раз, где вы кажете? Все, вот здесь вот. Решается. Да, мы играли против принципиального соперника для Юры, без паула, против Влада Мелешкина. Мы выиграли их. Это была игра за выход в Финал 4. Была сложная игра. А такие, как Греков, должны размножаться. У него минимум 10 детей должно быть. У них тоже хорошая ротация игроков. У них также есть и большие, и маленькие. Все плюс-минус одного роста крепкие. Фух, победитель. Ты сейчас чувствуешь, да? Да. Ты даже улыбаешься просто как солнышко, когда видишь чемпионов. Как ты себя чувствуешь? Бля, неожиданно по-детски. Да? Да. Включился вот этот дух, когда... Вообще все включилось, я тебе скажу. От детства до мужества. Ну, мы были сильнее. Две такие ситуации, две игры, две ситуации. Один, ну, похожий. Падаю на одни и те же места, на руку и на поясницу. Не знаю, просто вот так получилось. Я думаю, что это Серега Козлов подговорил, потому что он не под первым пиком ушел. Поэтому все отрывались на Сане Печерском. Ну, не повезло, просто бывает, это спорт. Упал, травмировал руку, спину. Из-за этого игра уже, ну, точно даже не на 50%. В финале все покажет. Какой? Саша элитный снайпер. Просто, опять же, в первой игре его очень жестко приземлили на паркет после того, как он пытался завершить забиванием из-за кольца. Во второй игре его дернули за ногу. И то есть для него такие две игры оказались самые травмоопасные. По факту, я думаю, что к финалу четырех, ну, Саша залечит свои болячки, которые, да, он получил там в игре. И он еще покажет свою пушку страшную. Вот если тебе сейчас скажут, Сань, нужно просто хоть убей, ты выходишь и делаешь. Я выхожу и делаю. Я люблю эту игру, и я ради команды сделаю все для победы. После тех травм, когда тебя выбирают первым пиком, ты уже вроде в хорошей физической форме, ты такой, да, я сейчас буду вообще круто проводить время, разрывать на площадке. Когда тебя ломают там в первой четверти, и ты на обезболивающих практически пытаешься помочь команде, и во второй игре также пытаешься через боль бегать и прыгать, неприятненько. Это психологически немножко давит. Было приятно, когда Амиран сказал после первой игры, что настоящий боец про меня, когда вот его спросили про падение, сказал, что настоящий боец у нас все такие в команде. И действительно у нас все ребята, все очень боевые, все настроены на победу. И молодые, и старички, как я, например. С поясницей сейчас разбираюсь, хожу на некоторые процедуры, там, вытягивания. У меня нерв, видимо, поврежден как-то. И иногда во время прыжков, во время бросков нога стреляет, нерв. Иногда просто это неожиданно бывает. Вот. А с рукой, ну, болезненные ощущения есть, но это абсолютно нормально. Вроде вот сейчас бегаю, бросаю, никакого дискомфора. Саня Печерский вообще бедолага. Он, блин, первую игру вышел, там, что-то упал, потянул спину или как-то, потом руку опять у него, старая травма. Но было бы круто. Вот я помню матч со Штормом как раз, когда ему доверили последний бросок из угла треху, и он не реализовал, но это была такая интересная драма. Если бы он бы забил с поврежденной рукой, это был бы и ему буст, как по самооценке, по уверенности, так и нашей всей команде, потому что, ну, мы бы просто выиграли Шторм и все. Давай! Дизель может выйти вперед. 10 секунд греков пытается Козлова раскачать. Печерский за свою больную руку. Сука! Блядь! Ну, блядь! Смотри, Дизель играл в стандартный академичный баскетбол. Это тяну Шторм до победы. Клава Коков. Как тебе наш тренер? Егор? Вот Егор очень эмоциональный, знаешь? Я эмоциональный. Эмоциональный очень. Причем, заметил, он в моменте включается. Да, он очень болеет за команду. Он прям каждую деталь знает. Он иногда нудит много, конечно, но это все подкреплено каким-то профессионализмом и еще эмоциями. И ребята как будто это очень чувствуют. Вы должны понимать, что Егор Вяльцев не баскетбольного корта. И Егор Вяльцев, который на баскетбольном корте, это два совсем разных человека. Игрок, ну, он болен баскетболом, и он обожает эту игру. И те эмоции, которые он испытывает, когда он не может помочь команде, они просто вот описались именно тем, то, что вы увидели на площадке. То есть человек просто хочет побеждать, у него желание побеждать. Он до сих пор играет в любительских лигах, хочет там профессионально продолжить карьеру, то есть он официально ее не завершал. То есть человек болен баскетболом, и когда он выходит на корт и видит, что происходит, конечно, он будет на это все реагировать. Вне площадки, конечно, это совсем другой человек. Я вот там сидела и наблюдала за вами, за вами конкретно. И я видела, как вы подлетали, вы что-то на энергии. Вы помните вообще это? Я помню, конечно. Конечно. Амиран меня все время сдерживал. Вот как раз. Амиран, привет! Амиран мне все время говорит... Лучший тренер. Это правда. Меня за трусы все время, за джинсы. Говорит, куда ты прыгаешь? Говорит, ты что, говорит, ты сейчас вообще, говорит, успокойся. Поэтому у нас девиз по трусам. Но у вас, вот вы вдвоем, и ваша команда, вы прям как будто энергетически просто одинаковые. Вы прям, вы волки. Спасибо. У нас ильоз. Мы львы. Мы львы и волки, тигры. Тигры. Петарды. Спасибо. Бум! Бум! Дин! Ты в интервью весь такой активный, весь такой яркий, болеешь сильно. Но выходит команда на площадку, Егор орет бешено, а ты очень спокойный. Почему? Почему ты не такой в игре, как на интервью? Я пытаюсь поймать баланс, если честно, гармонично для себя. А так как эта вся история для меня совершенно новая... А ты просто не понимаешь, какого хвоя на площадке происходит реально? Да не просто, где нужно искренне. Ну, то есть, где этот импульс, который отзывается прям по-настоящему. И я такой в итоге весь пытаюсь... Да, Миран на самом деле боится. То есть он хочет, чтобы мы выиграли, но когда начинается какая-то вот такая вот жесткая игра, прям ровная-ровная, все, человек, ну, знаете, как теряется, немножко там прячется. То есть, ну, понятное дело, что он очень тоже веселый, эмоциональный, но он очень сильно переживал. То есть для него, конечно, победа в этом турнире — это must-have. То есть он хочет заявить о себе, что вот я еще здесь, смотрите, болейте за меня. Он, в принципе, проникся, так скажем, не зная баскета, ну, будем говорить честно. Он, ну, со стороны где-то смотрел, но формат все-таки нужно было понимать, и вообще, в принципе, какие-то нюансы. И говорит, что мне делать на игре, я не могу понять, как мне себя интегрировать. Я говорю, вот как ты чувствуешь, да, эмоцию, когда ты чувствуешь, если ты проникнешься игрой, ты автоматически будешь, ну, проявлять эти эмоции, болеть в моменте. Амиран первые игры вообще не понимал, что происходит и как реагировать. Потом он уже освоился, пообщался с нами еще ближе. Мы ему рассказали вообще всю химию баскетбола. И он потом вторые-третьи игры расслабился и начал поддерживать активно. Что по Егору Вяльцеву, он справился полноценно. То есть он не переходил на личность и поддерживал какие-то моменты, мотивировал команду своими словами. И это помогло. Я считаю, что он отлично справляется со своей ролью. Я на самом деле очень кайфанул от тренера Егора Вяльцева, потому что, ну, человек так мотивирует команду. Там у нас был какой-то тайм-аут, он у нас там, ну, сначала обосрался ног до головы, потом сказал, давайте, соберитесь и идите отыгрывать. Это как раз против мамы было. А что касается Амирана, человек просто, ну, настолько влился в нашу команду. И после каждой игры к нам раздевалку, пацаны, я вас все равно люблю, несмотря на результат. Поэтому все, ведь выходим, обыгрываем и забираем все игры. Про Егора только хорошо могу сказать. Даже сильно удивился много таких советов по игре. Сильно помог. А Амиран вообще класс. Тоже не ожидал такой вот, такой энергии у него. Он вообще всю команду заряжал. Волновался с нами. Возможно, да, на финале четырех Сергей Караулов не сможет присутствовать на матче, поэтому мы к себе усиление взяли такого же габаритного игрока по размерам. Это Юрий Васильев. На самом деле, мы не думаем, что мы будем его прям очень много использовать. Наша задача, чтобы он выполнял какие-то свои установки и задачи. То есть, цель, чтобы он был, грубо говоря, такой большой башней, которая поможет нам создавать все пространства для броска и помочь нам на подборах, чтобы именно забирать мяч. Конечно, мы думали про Влада или про Джоша. И мы обсуждали это с Егором Вяльцевым, но он сказал, что у нас так много маленьких и универсалов, и нам нужна палка большой. Мы прошли турнир, мы прошли плей-офф, мы должны играть той командой, в которой мы играем. Эти ребята прошли. Эти ребята бились и падали, умирали там, чтобы зайти. И я считаю, что, в принципе, мы не должны никого брать. Но нам никто не нужен. Но это мое мнение. Мы прошли тех ребят, которые откололись в силу обстоятельств, проиграли или не вышли дальше в следующем этапе. Ну, окей. Это судьба, это жизнь. Выходят те, кто сильнее на данный момент, и они обязаны играть. Я не считаю, что мы должны были усиливаться кем-то, но обстоятельства складываются так, что Сергей не может по ряду причин караулов играть на финальном турнире, в финале четырех. Поэтому нам пришлось смотреть из тех, кто имеет большого. Мы взяли Юру Васильеву. Принципиальный соперник в штормах, в шторме, это Влад Мелешкин. Не знаю, получится выиграть его дважды, но будем очень сильно пытаться. Ну и плюс Влад Мелешкин, он очень результативный игрок, если под него создавать ситуацию, то его результативность вырастает до максимума. И в шторме ему в этом поможет, я думаю, что Козлов и Павлик. То, что они добавили к себе Влада Мелешкина, это, конечно, говорит о них, как о неуверенной команде в себе, потому что, ну, добавлять такого создавающего моменты игрока в свою команду, это прям поменяет их игру кардинально. Парни хотят, чтобы я вышел против Влада Мелешкина, как он перешел в шторм. Я думаю, нам удалось уже их выиграть против Мамбы, когда играли. Та же самая история повторится. Не, мы, как и перед началом, турнира были готовы, так и сейчас готовы. Вот, мы сама такая дерзкая команда, мы всегда готовы. То есть, кто в моменте будет готов физически и технически лучше, эмоционально, тот и заберет этот турнир. Опять же, мы сделаем свои какие-то выводы, проанализируем наши ошибки против игры Шторм и постараемся их нивелировать, не допускать и показать свою лучшую игру. Опять же, я надеюсь, что свободные броски мы будем забивать. Опять же, не поддадимся на какие-то провокации со стороны команды Шторма, чтобы не делать ошибки и наша игра будет еще лучше. Мы будем радовать тех, кто за нас болеет и в итоге, я не знаю, будет кубок или не кубок, мы поднимем его. Кстати, знаешь, я с Клавой Кукой разговаривала, она сказала, что мне хочется победить, но если я нет, то я с кайфом отдам победу Амирану. Она любит вас и грузит с вами. А может, она тогда сразу как-то отдаст ее и выйдет просто из плей-оффа. Вообще, ты знаешь, проигрывать слегка зашкварно в целом, но это жизнь. Знаешь, кто не падает, тот не встает. Поэтому, как говорит Майкл Джордан, падай, вставай, падай, вставай. По-моему, это великое цитата Джордана. Возможно, когда-то он про Рос сказал это. Я могу таких много накидать. Как говорил Янец, Антатакумпа, если не получилось прыгнуть, прыгни еще раз. Нормально? Хорошо сказал. Возможно, он так говорил. Ну что, пацаны, если мы это выиграем, нас заметят, и мы пройдем в другие двери. У нас откроются новые двери. Мы будем участвовать сразу без розыгрыша жеребьевки в следующем турнире. Вот. В общем, вся планета будет у наших ног. Уже погнала, реально. Просто победите, блядь. Я уже заебался это говорить. И вообще просто побеждать это очень приятно. Я сегодня проснулся и понял, что никто из моей команды за три игры не забил ни одного Данта. Я хочу понять, вообще, они способны на это? Могут ли они забивать вообще Данки? Потому что я в Лос-Анджелесе, когда смотрел NBA, там почти все могут забивать Данки. Это смотрится очень зрелищно. Да, нет ли ощущения, почему не забивать? Потому что Данк это сложная штука, это нужно оторваться, понимаешь? Мне кажется, потому что приз не очень большой, поэтому они не забивают. И ты подготовил сколько здесь? Дополнительно 20 тысяч. 20 тысяч рублей? Лучшему Данкеру из нашей команды двадцатка в карман. Амиран. Блин, это Даня. Это десять. Это десять в первой попытке. Не, но десять нет. Это 102. я восемь поставлю. Данк, 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 Данк. Я считаю десять. Почему? Вам не странно, что Амиран самый добрый в нашей компании? Амиран лучше вообще подтягивает всех. Вот это? Греков. Ну что, вы десятки ставите? Я здесь поставлю. Молодцы. Ставлю десять, потому что это моя команда. Юра Беспалова. Ооооооо. Тихо, тихо. Как жаль, так жаль. Амиран. Это десять. Это десять. И это Грек. Да! Я верила, я чувствовала. 沒錯. Рано десять ставить. Реально, да. Вот это можно 9. Это 10 и 2. Это 12. 9 ставлю. Так, ну! Все равно 9. Саня! Я думаю, все без ума пытаются. Вот это круто было. Красиво. Я так и знала. Я не сказала вам, но я за Саню болела. Этому парню явно нужна десятка. Ты молодец вовремя. Перестраивайся. Так, я 10 поставлю. Саня, я тоже. 10. Это первая десятка от Егора. Это первая десятка от Егора. Да, да, да. Дай ее! Кликов! О-о-о-о! Красиво! Вот это он завелся, конечно! О-о-о! Это 12. Я бы 11 дал. Это вот так. Саня, извини. Иди из зала отсюда. Короче, смотрите, ребят, здесь двадцатка. Я вам ставил по десять. Все сходится. Поделите между собой. Поздравляю. Хорош! Так, парни, 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 парни. Не, подожди, подожди, подожди. Да, это я умею лучше всего. Но впереди финал. Давайте подготовимся. И разъебем, да? Стоп, пожалуйста. Что сделаем, Амиран, еще раз? Победим, победим. Нет, нет, уже нет. Подожди, как-то вот в первом видео, прям в первом шорте. Мы первое, что? Выебем. Вот, еще раз. Мы все жестко выебем. Вин, дизель. А, еще у нас, кстати, куча споров. И эти бонусы я поделю между вами. И, кстати, еще мы с тренером и владельцем получаем какие-то денежные призы. Там тоже я эту часть вам отдам. Вы только победите, пожалуйста. Продолжение следует.